Согласно регламенту, хотел бы снять небольшой ролик касаемо того, как я принял ислам. Надеюсь, что в этом будет какая-нибудь польза. В общем, я из России, по происхождению я цыган. И, как многим известно, цыгане есть во многих разных городах и странах. И вместе с этим, естественно, они отличаются друг от друга как обычаями, так и религиозной принадлежностью. Я же относился к христианской диаспоре, которая является пока наибольшей среди остальных. Я был воспитан в типичной цыганской семье, в которой строго блюлись и почитались христианские каноны, как это и принято у многих цыгань. Рано в детстве я потерял отца. И незадолго со смерти он мне сказал очень важные слова, касаемо того, что нужно любить больше всего Бога, а затем Мать. И для меня это было основой. И опять же, с малых лет я был особенно привязан к религии, на удивление своей матери. И даже моя первая книга, которую я прочитал, это была детская Библия, в которой были иллюстрации к событиям с пророками и посланниками, с фото и описаниями благословенных земель Шама. И я был просто очарован и влюблен до такой степени, что я был готов посвятить свою жизнь Богу. В моем случае на тот момент это оказалось церковь. И как раз таки церковь была буквально через дорогу от моего дома. Я посещал церковные службы, я проводил там час своего времени, я там был своим человеком, если так можно выразиться. И мне даже дозволили чистить алтари от загоревших свечей. И в общем, пацан к успеху шел. Вот. Все бы ничего, но вместо с этим я также занимался спортом. И моя спортивная секция была как раз таки недалеко от храма. И на одних из спортивных мероприятий, на соревнованиях я повстречался с мусульманами из Северо-Кавказских республик. И эта встреча была основополагающей, так как я, как убежденный христианин, вел с ними диспут на теме его религии. И был удивлен о том, что я узнал об исламе, о котором я до этого узнал лишь только из сели новелл по телевизору, по которому больше показывали почему-то про индейцев и папуасов и их многобожие, чем про ислам. И я увидел, как они берут омовение, как они совершают намаз. Я был просто поражен, да, Субханаллах. И как сказал Абдурахмана Саади, что истина, она привлекает сердца. И Аллах сделал истину явной, доступной. Она прекрасна, Субханаллах, даже внешне. И я был влюблен, сам того, может, не понимая. И после этой встречи я стал уже более полноценно изучать ислам. И чем больше я узнавал, тем больше я влюблялся. И хвала Аллаху, что я на тот момент был молодым юношей, мне было в районе 13 лет. И мое сердце еще не успело достаточно очерстветь от грехов, да, чтобы не внять исламу. И по милости Аллаха мое сердце все дальше и дальше наполнялось исламом. И когда я спрашивал в церкви про ислам, мне говорили, что тот, кто принимает ислам сразу, он попадает в чистилище. Да, в общем, в моей юной голове, конечно, такие вещи создавали некий диссонанс. И как бы я, как верующий, боялся потерять свой ахарат. Я боялся того, что скажут мои близкие, моя родня, да, окружение Суханова. Это большой страх. И у меня еще было такое заблуждение касаемо того, что раз я родился в христианской семье, значит, это воля Божья. И в этом есть для меня, как говорится, благо. Вот, от этого заблуждения я, конечно, очень страдал, потому что мой разум боролся с моим сердцем, которое было уже переполнено исламом. И вот, возвращаясь домой, однажды вечером я, по милости Аллаха, повстречал того человека, который стал причиной моего ислама. Пусть Аллах его помилует, его ислами нету. Его звали Асхаб, и я за него свидетельствую благом. По причине этого человека, по милости Аллаха, вплоть до утреннего намаза, мои страхи разрушались. И я произнес шахаду, чем самым доставил своим родственникам, своей родне, уйму прекрасных и ярких эмоций. И некоторым по сей день. Аль-Хамду Лиллях. Так что вот так вот. Ну, на этом, я думаю, все. Аль-Хамду Лиллях. Принимайте ислам. Вот, не бойтесь. Аль-Хамду Лиллях. Аль-Хамду Лиллях.